Павел, почему все-таки славянка? Интересное название. Прошу прощения, если глупый вопрос. Отличный вопрос, Дмитрий. Смотрите, когда в 30-х годах, в 20-30-х годах с Америки поставлялось оборудование? Очень много. В частности, это касается вопроса Крыма. Потому что векселя были подписаны под земли Крыма, американцы. А взамен этих векселей поставлялось оборудование. Это было условие такое. И когда они приехали отоваривать свои векселя, их же оттуда выкинули, обратно. Они обиделись очень. И второй фронт не открывали до тех пор, пока Сталин в Крыму не провел конференцию, не показал владения. Поэтому там вопрос очень сложный. И вот двигатели, которые там проходили, приходили оттуда, были двухслойные, обмотка с укороченным шагом, и она получила название «Американка». И так она закрепилась «Американка». Но вот обмотчики в противовес этому названию предложили название «Славянка». И название это «Народное». В принципе, оно было предложено рабочими, работниками, те, которые мотают, ремонтируют двигатели. Поэтому в этом проекте очень много было предложено и поддержано простыми людьми. Простыми обмотчиками, простыми работничами. И сейчас инвестируются тут в основном простыми людьми.